Вот французский журналист Николай Бавре провел анализ политического долголетия Путина. Долголетие. Люди, которые живут в России, они, наверное, охренели прочитав, потому что три, значит, вот слона, на которых стоит политическое долголетие, высокие цены на нефть, ну ладно, спорно, ну пусть, идеи восстановления авторитета РФ и пересмотра мирового порядка. Да Путин когда-нибудь на это вообще ориентировался. Ведь в последнее время он начал заявлять, что он там офигенный этот, как это сказать, националистом себя даже назвал, сказал, что он там патриот. А до этого все. Я могу, я для себя записал, на чем держалась власть Путина, вот Николя. Колян Бавре, Колян Бавре, слушай меня. Вот власть Путин держалась на безусловной поддержке США и Запада. Это первое основное, да? И второе тоже, ну, немаловажное. Это на душевной ленности, глупости, алчности многих людей в России. То есть на жуликах, которые вокруг него, и которых все устраивают, они крадут. На предателях, которые умные, и которые думают, ну пусть они тут наворочивают, что угодно, нормально будет. Им будет нормально там. Дети у них за рубежом, у них все хорошо. На дураках, которые, хе-хе, лова, он за нас борется, блядь. На эгоистах, которые тоже все понимают, ну говорят, ну я нахер, что я полезу туда. У меня есть вот там кусок бизнес и так далее. Умные люди, у них там все это есть. И говорят, я не хочу, я не предатель, я там не жулик и так далее. Ну я не хочу. На трусах, которые все понимают, говорят, ну ее нахер, там жопу раздерут. Сейчас я полезу, они там ФСБ туда-сюда посадят. На лентяях, как говорят, а что я полезу, ну это же надо что-то там как-то. Это как раз вот душевная ленность. И на рабах, которые говорят, да так всегда было. Всегда же стоял жулик, всегда вор, всегда нас чморили, топтали. И нам классно вообще. Это такое садомазарабство. Садомазарабство такое российское, блядь. Садомазарабство.